Микс Ньюс. Итоги 2019 года. Компьютерные игры и новые технологии. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии я Артём Липин. И присоединился к нам Алексей Иванов. Добрый день. И сейчас в этом часе, последний час обсуждения итогов 2019 года. И сейчас мы будем говорить о компьютерных играх и о технологиях вообще. То есть о том, что 2019 нам принес с точки зрения развивающихся технологий. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 и номер WhatsApp 2300-6191. Если вы во что-то играли, или ваши знакомые во что-то играли очень активно, или с точки зрения технологий для вас этот год произвел какое-то впечатление, то, пожалуйста, звоните и говорите нам. Мы с удовольствием с вами на эту тему пообщаемся. Вот. Ну, начнем, наверное, мы с технологий, потому что у нас не так много, если у нас что сказать. Это очень всегда специфичные темы, но есть какие-то темы, которые более открыты для всех, так сказать. Так. Да. Ну, наверное, самое-самое такое известное – это «Черная дыра», которую наконец-то сфотографировали в этом году. И благодаря каким-то там невероятным технологиям, и сделала это глава. То есть это, конечно, не был ни один человек, но глава вот этого отряда ученых – это была достаточно молодая девушка, которая вот сама придумала этот алгоритм. И вот, наконец-то, впервые удалось нам заглянуть за горизонт событий и посмотреть, как выглядит «Черная дыра», и оказалось, что это весьма близко к нашим представлениям о них, которые мы получили из фильма «Интерстеллар», например. Там очень-очень, на самом деле, похоже. Несмотря на то, что это очень нечеткое изображение, это буквально оранжевое пятно на черном фоне, но это весьма значимое событие для науки, которое подтверждает то, как мы представляем себе мир, так примерно он и есть, по крайней мере, на данный момент. Ну и в целом первый шаг к дальнейшим, не знаю, изучениям черных дыр, которым можно принести, не знаю, научное удовлетворение. И, возможно, как-то решит проблему путешествия в космосе. Вот, еще очень важно, и ближе, наверное, к нам, это то, что Илон Маск запустил первый этап своего проекта всемирного интернета. Как вы, наверное, знаете, он хочет через несколько лет опутать всю Землю такой сетью спутников, которые будут раздавать абсолютно бесплатно всемировой интернет, чтобы в любой точке мира у всех был бы доступ. И вообще, когда говорят о том, что доступ к интернету нужно включить в базовые права человека, так же, как там сейчас уже есть право на жилище и еду и обучение, туда же добавить еще интернет, потому что без него уже сейчас сложно себе представить. И вот первые 60 спутников запущены были в этом году. А, насколько я помню, инициатива там не только Маска, там Швеция или Норвегия, кто-то вот из этих развитых нордических стран тоже хотели включить интернет в базовые права. Мне очень интересно, как господин Маск будет решать вопрос с странами, в которых интернет закрыт, например, Китай или даже Северная Корея. Ну, вот, собственно, эти спутники есть, я так понимаю. То есть, это условный Wi-Fi открытый, к которому можно присоединиться... Минуты государства. Ну да, тут скорее вопрос в том, как такие государства будут закрываться от интернета. Я боюсь, что, наверное, никак, то есть, с такой глушилками какими-то. Ну вот, потому что, мне кажется, Россия, когда вот об этом стало известно, это как раз было в разгар попытки заблокировать Телеграм, и России тогда сказали, мы и московский интернет заблокируем, если надо, а потом у них не получилось заблокировать даже Телеграм, и как-то это немножко затухло идея. Ну, сейчас произошло замечательное событие, да, когда глава Роскомнадзора присоединился к Телеграму. Да, чтобы ловить своих сотрудников. Чтобы ловить своих сотрудников, это ужасно смешно. Но была очень интересная новость по поводу, говоря о всех блокировках. На прошлой, кажется, неделе в Китае были перебои с каким-то самолетным сообщением, потому что они что-то там теряли, теряли какие-то навигационные штуки, и они начали раскапывать, почему это происходит, и что является помехами. И выяснилось, что помехами были фермеры, которые разместили глушилки, чтобы конкурирующие фермеры не заразили их свиней с дронов какими-то, условно говоря, свиным гриппом. Киберпанк, который мы заслужили. Абсолютно верно. Это будущее. Какие-то фермеры, оказывается, могут глушать дроны, мешая также самолетному сообщению. Вопрос, как будет глушиться в условной Северной Корее или Китае общедоступный бесплатный интернет, нецензурированный. Не окажет ли это влияние на какие-то еще... Ну, интернет всем, никто не уйдет обиженный. Это, конечно, будет новым шагом. Мне вот эта твоя новость про фермеров напомнила, что буквально лет 12 назад, мне кажется, была новость про то, как грузинская бабушка копала в огороде очередную грядку и случайно пробила кабель и оставила там полстраны без интернета. Или там полгорода. Ну, там массово прям очень сильно. Ну, в общем, да, посмотрим, что будет у Маска. Не все его проекты заканчиваются успешно. И там у Теслы, как у компании, тоже экономически был не самый успешный год, прямо скажем. Но посмотрим, что будет дальше. Если у него выйдет, это, конечно, будет новым-новым шагом. Ну, и третье такое... Я лично выделил три таких основных технологических события. Может, ты меня лишь дополнишь. Но вот третье событие такое об искусственном интеллекте. Впервые искусственный интеллект обыграл людей в покер. Там было шесть игроков. Один из них – искусственный интеллект. И пять, собственно, людей профессиональных, завоевавших огромное количество титулов. И искусственный интеллект выиграл их в покер. До этого считалось, что это невозможно. Потому что, в отличие от большинства игр, в покере есть не только... То есть, ты не можешь предсказывать многие вещи. Если в шахматах, например, ты можешь предсказать... Ты выбираешь просто варианты. Да, ну, условно говоря. Или там даже в Го. Го оказался такой невозможной игрой. Вот обыграли в Го. И вот сейчас покер, где, кроме предсказаний, нужно ещё предположение. Может быть так, а может быть эдак. И это не просто уже расчёты какие-то. Но вот, несмотря на это, искусственный интеллект достаточно успешно победил людей в покер. И это, с одной стороны, конечно, победа искусственного интеллекта. С другой стороны, мы всё ближе и ближе к терминатору. У меня есть такое ощущение. И к Скайнету. И, впрочем, закон об робототехнике. Не знаю. Меня немножко эта новость пугает. Мне интересно, скорее, сможет ли обычный человек это хоть как-то использовать на своё благо. То есть, ну, я смогу где-то за 19 евро скачать какую-то программу, которая вместо меня будет играть и, возможно, даже зарабатывать в покер. Или это такая же штука, как компьютер, который обыгрывает шахматы, который занимает три комнаты и стоит безумное количество денег. Мне кажется, сейчас уже не три комнаты. Нет, вот эти большие компьютеры, насколько мне известно, которые считают геном человека, какие-то лекарства от рака, они до сих пор занимают комнаты, комнаты и комнаты. То есть, это всё равно очень большие массивы данных. По геному человека, кстати, сегодня была новость, что китайского учёного, в экспериментах которого родился первый ребёнок с модификациями в геноме, его посадили на три года в Китае и оштрафовали на 3 миллиона юаней. Это, если не ошибаюсь, порядка 280 тысяч евро. Его сотрудников тоже посадили, там двух людей, одного на год, другого на полгода. И оказалось, что у них нет, скажем, лицензии врачей. То есть, они учёные, да, но у них нет права проводить эксперименты над людьми. То есть, это единственное, что их смутило? Я не знаю, возможно. Просто в Китае, если не ошибаюсь, разрешены какие-то генные операции, скажем так, то есть, операции над геном человека, которые не разрешены в других странах. То есть, там немножко проще всё это. Ну, там про этого человека уже ходили слухи, там уже какие-то он там странные ставил эксперименты. Там были другие учёные из Китая, которые какие-то недоказанные вещи делали, но геном человека тоже развивается в этом году как-то. Всё больше, тоже одно из то, что не попало в мой топ, но то, что я читал, просто я в этом не так сильно понимаю. Но я так понимаю, что был рассчитан какой-то очередной геном, очень важный, очень сложный, который станет отправной точкой для того, чтобы расшифровать геном человека в целом. Потому что мы пока его даже расшифровать ещё, насколько я понимаю, не можем до конца. Но вот какой-то вот смоделирован и собран. Тут нам в WhatsApp пишут. Добрый день, как Маск смотрит на то, что Тесла авто каждой семье задаром. Думаю, что не очень хорошо он на это смотрит, но как только Илон Маск появится у нас в студии, мы обязательно его спросим об этой идее. А что имеется в виду задаром? Ну, что раз интернет всем бесплатный, то может как бы и автомобили раздать. Ну, 5 лет и произойдёт. Это слишком уже начинает походить на коммунизм, на самом деле. Поэтому это немножко тоже... Вряд ли, вряд ли. Ну, в общем, такое, не знаю, вот такие события технологические выбрал я. Не знаю, может, что-то забыл упомянуть такого важного. Это, я не знаю, там Cybertruck вышел, выпустили там новые красивые скафандры, которые обещают использовать в следующем году в туризме. Вот такие всякие вещи, но они... Cybertruck, кстати, очень смешная эта штука вышла. Я случайно наткнулся на статью где-то 2016-2018 года, где люди муссировали тем, что вот-вот Тесла выпустит свой первый пикап, и там были предполагаемые какие-то рендеры, как это может выглядеть. То есть, они брали Теслу и увеличивали её размеры, как логическое продолжение, игрались, да. С тем видом, который может быть. В этом плане, конечно, Тесла всех очень удивила своим детским рисунком на колёсах, каким-то макаром. Я так понимаю, что это сделано специально. То есть, если бы это была просто очередная Тесла красивая, никто бы даже не поговорил об этом. А сейчас своим интересам. Это вирусно. То есть, это вирусно. Это интересно постить, про это интересно шутить. И даже если уже говорить про теорию заговора, у него что-то на презентации, у них же бронированное стекло лопнуло. И многие говорят, что это специально. Да, не просто так. То есть, понятное дело, что такие вещи, они должны быть опробованы 8 раз до того, когда покажут в эфире. А там вообще отговорка была замечательная, что мы вначале кинули стул, а потом сделали что-то, надо было наоборот, тогда бы оно не лопнуло. Там какие-то такие были рассказы. Ну, в общем, кстати, еще по технологиям iPhone 11 вышел. Ну, это, так скажем, не революция. Революция, в понятии только дизайна. Опять-таки говоря, пространный дизайн. Вот эти три объектива в камере, это, конечно, выглядело для тех, у кого трипофобия немножко страшновато. Сравнивают все время с кулинарными приборами, вроде конфорок для газовой плиты и тому подобное. Но я сейчас видел рендеры нового Google Pixel'а, их ответа iPhone'а. И там точно такой же квадратный блок. Google Pixel' – это тот, который собирается из разных блоков? Нет, это была первоначальная идея, но она не взлетела. То есть, у Google'а мало кто знает, у Google'а тоже есть свой iPhone на чистом Android'е. Он называется Google Pixel, сейчас выпускается четвертый. Все у них замечательно, да, и дизайн, он, в принципе, тоже пришел от яблочной компании. Ну, Android, конечно, был в этом году под всяким таким немножко… Был в опасности, скажем так, из-за китайско-американских отношений, но вроде как пока что… То есть, у меня, например, не яблоко, не буду рекламировать компанию, он у меня Android'ный телефон, и меня это пугало немножко в середине года, но вроде как обошлось. — Сколько я помню, там это не касалось, история тех, кто уже купил какую-то вещь. — Но обновление. — Обновление, а. — Обновление. Там и Android, и то, что есть телефоны, которые китайские, там всякие Xiaomi, Huawei и так далее, вот это все могло пострадать. Ну, в общем, такие технологические. Если вы про что-то забыли, пожалуйста, нам напишите об этом, или позвоните 672-12-93-9, 672-13-93-9, или WhatsApp-2-3-0-6-1-9-1. Но мы переходим к такой более попсовой, но при этом немножко даже для меня лично более увлекательной части, это компьютерные игры. И сразу оговоримся, что, конечно, мы поговорим и про игры этого года, но так как тема, прямо скажем, не самая активная у нас на радио, мы решили, что и поговорим про лучшие игры десятилетия, потому что, по крайней мере, вспомним эти 10 лет в компьютерных играх. Ну, скажем, у меня, например, так как я за эти 10 лет успел закончить школу и закончить университет, у меня, конечно, начать работать с разной степенью активности, у меня менялось время, которое я трачу на видеоигры, я, конечно, в этом году не смог так много играть, как я это делал лет 5 назад, поэтому решили поговорить и про игры десятилетия. В общем, если у вас есть что добавить, конечно, нам звоните, пишите. Но начнем мы все-таки с этого года, потому что в этом году внезапно Хидео Кодзима... Гений. ...который всегда был гением для игроков в компьютерные игры, знатоков этой инститивы, но пришел к вечернему Урганту, он вдруг стал попсовой иконой, то есть на уровне, не знаю, каких-то кинозвезд, то есть даже люди, которые не играли в компьютерные игры, все равно имя Кодзима, оно знакомо пользователям интернета, например. И вот он выпустил свой Death Stranding, который оказался... Никто не понимал, чего ожидать, и в итоге это оказалось тем, что никто особенно не ожидал, то есть это была бродилка в прямом смысле этого слова, там весь процесс построен на ходьбе, правильный. Такой симулятор почтальона. Да, то есть главный герой, курьер, который в мире будущего, так как там из-за коллапса интернет тот же самый, Маск не успел запустить в мире этой игры свои спутники, интернета нет, почты нет, если там... Ну, почта вот это эти люди, которые переходят. И если в обычных играх ты просто ходишь, нажимая на клавишу, то здесь нужно очень правильно ходить, очень правильно переносить вес, у тебя на спине огромные такие... Все там сразу вспоминают доставщиков еды, у которых на спине вот эти рюкзаки, но там они многоярусные, и их нужно держать в равновесии, самому правильно расставлять, у тебя снашивается обувь, на тебя нападают звери, и так далее, и так далее. Основная фишка этой игры в том, что ты можешь оставлять такие небольшие помощи другим игрокам, то есть, скажем, обустроить склад сапогов, и проходит мимо человек, берет себе сапоги, если у него разносились, или показать ему маршрутные, более удобные, и так далее. И многие игроки, я читал там многие рецензии, смотрел, они специально не... Ну, они проходили какой-то уровень, и не шли дальше, а обустраивали этот уровень для других людей. То есть, такие альтруисты. Да, при том, что это как бы по игре, это дает какие-то очки, которые ни на что сильно не влияют. Ну, то есть, очки альтруизма, условно говоря. Ну, ты получаешь, да, как лайки в Фейсбуке, да, скорее просто... Ну, типа того, да. И это какой-то совсем новый штук, потому что до этого в Dark Souls'ах можно было оставлять всякие сообщения, которые могут прочитать другие люди. Но это использовалось скорее ради троллинга. А тут вот так. А у нас есть звонок в студии, давай мы послушаем, что нам скажут. Здравствуйте. Артём, Алексей, привет. Добрый. Добрый. По поводу новых технологий, для меня этот год, как для технического человека, это всё-таки микроконтроллер Raspberry Pi 4. То есть, конкретно вот это вещь. Я думаю, что вы сами о ней вкратце расскажете. По поводу компьютерных игр. Поиграл в этом году много, много во что. Ну и, наверное, если мы говорим конкретно о десятилетии там игр, конкретно в этом году PlayStation'а, это 25 лет и исполнилось, конкретно, если ошибаюсь, первой консоли. То есть, у них там был перезапуск классических игр и так далее. Но если мы говорим конкретно об этом, конкретно то, что выпустили в этом году, компьютерных игр, я, конечно, всё-таки я мотоциклетный парень, поэтому я бы, наверное, сделал акцент на игре Days Gone, где конкретно бегает байкер, это постапокалипсис. В общем, делают он разные вещи. Можно про контроллер Raspberry чуть поподробнее, потому что мы, наверное, не настолько технически подкованные люди. Да, значит, представьте, что это одноплатовый компьютер, в котором уже всё есть, он размером с ладошку, цена примерно 35-40 долларов, или там, наверное, у нас евро. Это он взял на открытых операционных системах, то есть на Linux, вы там можете, то есть, полный пакет офиса, это всё максимально доступно для широкого круга зрителей. Как-то так. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну вот, такие у нас технически подкованные слушатели есть. Ну, нечего добавить, интересное мнение. Задел очень хорошую тему по поводу приложений, которые что-либо собирают. Тоже, да, мы, наверное, не можем обойти такую замечательную тему, как суеверный интернет в России. А, суверенный. Суверенный, да. Это буквально пару дней назад были, у них были эти тесты. А, были тесты, да. Были тесты не на живых пользователей, то есть они каким-то образом там создали армию ботов и их заблокировали, и не дали им возможности пройти извне. Да, и, насколько мне известно, подписан уже указ о том, что на спартфоны, продаваемые в России, будет обязательно устанавливаться какое-то приложение, сделанное в России. То есть, условно говоря, там, поиск, mail.ru, одноклассники или что-то такое, что, по себе, если будет собирать тоже какую-то информацию, геолокацию, иметь возможность читать сообщения и в случае чего передавать, наверное, куда надо, я даже не знаю. Там вообще отдельное веселье с этим всем, потому что, во-первых, итогом вот этих тестов с ботами и так далее стал тот факт, что, как было сказано, закончилось успешно, мы смогли предотвратить 50% атак. И многие шутят о том, что у нас, наверное, разные понимания условно успешны, потому что, получается, 50% предотвратили, 50% прошли, это какая-то такая странная защита. Ну, а во-вторых, если я правильно понимаю закон, смысл в том, что все приложения, которые появляются на смартфонах, которые продаются на территории России, должны быть сделаны на территории России. И, соответственно, условно, это противоречит, скажем, для iPhone, это противоречит их установкам, потому что они продают вот со своим софтом и так далее. И там, соответственно, тоже сейчас начнутся всякие войны по этому поводу, можно ли и нельзя продавать. Но это напоминает, как пару лет назад хотели записывать все разговоры и хранить их в течение пяти лет, если не ошибаюсь. А в итоге оказалось, что и мощностей таких нет, и вроде закон подписали, но никто его не выполняет, потому что ни у кого нет на это денег и возможностей, и ресурсов. А, ну, закончится это примерно так же, как блокировка Телеграма. Скорее всего. Скорее всего. Но поживем, увидим. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Во втором получасте все-таки больше сконцентрируемся на компьютерных и видеоиграх. Не переключайтесь. Mix News. Ну, вот новые технологии мы уже по большому счету обсудили. Ну, по крайней мере, то самое важное, что произошло в этом году. Но если вам есть что-то добавить, пожалуйста, звоните, пишите. По компьютерной игры поговорили про Death Stranding. Еще из важных каких-то анонсов это Star Wars Jedi Fallen Order, который, я насколько я понимаю, на PC еще не вышел, на ПК, но на всяких консолях он уже собирает. И после предыдущих Звездных Войн, которые в качестве игр, я имею в виду, они показали не лучшие результаты и их разгромили, потому что там было очень много лутбоксов и надо было доплачивать за дополнительный контент и так далее. Вот это выпустили хорошую историю, однопользовательскую игру, которая многим пришлась по душе, учитывая, что последний фильм с Звездных Войн, который вышел вот-вот-вот только что, он как раз наоборот многим не понравился. Ну вот любители вселенной нашли свою душу ну вот там, в PlayStation 4. Не знаю, если тебе что добавить про Звездные Войны. Если честно, я не играл, я видел какие-то обзоры, он вышел на ПЦ, он вышел на ПЦ, да, я видел именно обзор с ПЦ. Я знаю, да, что игрушка красивая, что она достаточно сложна. Ну в меру, не Dark Souls все-таки. Ну не как Dark Souls, да, но... Ну говоря про Dark Souls, зато вышла игра Sekiro Shadows Die, которая является таким, как сказать, Dark Souls в стиле древней Японии. Она тоже одна из игр года, кажется. Ну, среди прочих, да, 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 номинированных. Да, она вот была такая, и тоже тем, кто нравится такие более сложные экшен, то есть Dark Souls, для тех, кто не знает, такая игра, которая в свое время, и мы там еще будем говорить про важные игры десятилетия, но в целом это игра, которая показала создателям, разработчикам, что можно делать сложно, и людям нравится сложно, когда прям hard. И вот Sekiro это от той же студии, уже в другом сеттинге, но вот такая же сложная, с определенным видом геймплея и так далее. Многим-многим понравилось. Еще из важного в этом году вышла Apex Legends, и можно как угодно относиться к всяким Fortnite и так далее, играм. Это тот же жанр, то есть, куча игроков вместе, стреляют друг в друга, выживают только один, он и победил. Но чем-то она в начале года привлекла очень людей, она была очень популярна, я вот как учителем еще работаю, у меня многие дети на телефонах в нее играли, но как-то она вот как стала быстро популярна, так ее популярность быстро и ушла. на самом деле, если Fortnite живет и живет и живет и живет, то Apex как-то взлетел и упал, но на каком-то своем уровне остается, тем не менее, несмотря на что. Я, наверное, какой-то ретроградный геймер, потому что я пытался посмотреть на Fortnite, и как-то там все так мельтешит, и я решил, что я слишком старый для этой штуки, и француз выключил. Мне Counter-Strike тоже ближе. Если мы говорим про российский, условно, условно российский игропром, то Metro 3 или Metro Exodus вышел, который все-таки основан на российской серии игр. Там немножко сложно в плане того, кому принадлежат права и так далее, но в целом это считается... Но это по роману Глуховского. Глуховского, да? Да, это по роману Глуховского, ну, по крайней мере, первая игра была по роману Глуховского. Я не знаю, насколько они сейчас далеко ушли от сценария, но да, это основано на этом, и, конечно, тоже многим... Там тоже по-разному какие-то отношения, потому что... Мы будем ходить совсем-совсем в детали, и мы там последних слушателей потеряем уже, но в целом это хороший шутер, считается. Мы уже потеряли. Ну, я надеюсь, все-таки нет. Но да, в общем, Metro Exodus для тех, кто нравится российские игры. Уже упоминал нам звонящий слушатель, что перезапускали многое на PlayStation, и, в числе прочего, классическую Resident Evil 2 ее переделали для современных консолей, и вот те люди, которые в свое время пропустили этот, как бы считающийся один из толпов игропрома, вот можно сейчас перепройти. С современной графикой. Да, там немножко доделали сюжет, немножко там какие-то вещи переделали. Естественно, условно говоря, камеру поменяли, потому что в то время играли как в игры. Вот в одном углу подвешена камера, и ты двигаешься по полю, и там ты переходишь на новый экран, и ты не знаешь, где подвешена камера. Это немножко дезориентировало. Здесь уже все-таки камера нормально, за плечом висит, прицеливаешься, гораздо удобнее. Еще из таких важных игр, ну, для меня, Remedy, это люди, которые создали Макс Пейна, первую и вторую часть, люди, которые создали Алана Уэйка, у них в этом году вышла игра Control, которая неоднозначная оказалась, и там у нее были технические проблемы, но сам факт, что Remedy продолжает работать, что они продолжают создавать игры с интересным геймплеем, там тоже все разворачивается на территории одного вроде, казалось бы, не знаю, здания, какого-то там, по сюжету, места, где живут все эти паранормальные, штуки, но вот с проходением игры каждый раз он меняется, меняется, и все время нужно быть готовым к чему-то новому. С технологической точки зрения она была выпущена не в самом удобоваримом варианте, но уже полгода прошло, поэтому вполне можно, мне кажется, сейчас поиграть, особенно на зимних каникулах, на отпуске, на отдыхе, погонять несколько часов в все-таки классические разработчики, и важная игра для них. Из таких ожидаемых вещей Call of Duty новый вышел, вышел новый Mortal Kombat. Какой это Call of Duty по счету? Я даже уже не знаю. 11-ый. Это вообще непонятно, потому что он называется Modern Warfare, так же назывался Call of Duty 12-летней давности, но при этом это другой сюжет, и там как бы, я даже не пытаюсь уже следить, это тоже в этом плане ретроградной. Прекратить немножко, выпускать это все. Запустить, потому что там уже давно уже у них ушли их главные разработчики, которые сделали такую, ну это давняя история. Еще из продолжений вышла Borderlands 3, потому что второй Borderlands многим запомнились и стали такой, ну, среди играющих людей прям такой, ух ты! Action RPG. Action RPG классика, юмористический подход, все дела. Borderlands 3 такой прям любви не снискал, но достаточно достойным продолжением оказался, насколько я понимаю, никогда не был таким фанатом серии, но... А я как раз в ТГ. Ты фанат? Да, я фанат Borderlands. Ну и ты играл в третью часть? Да, да. И как тебе? Ну, она слабее второй, да, получается. И во всем или именно в плане там сюжета? Ну, то есть она стала очень красивой, то есть, да, теперь все ломается, да, то есть появились укрытия, еще что-то, то есть еще больше пушек у них там, история с тем, что оружие генерируется до бесконечности, то есть там получается у тебя не револьвер, дробовик, автомат, да, то есть у тебя оружие, потому что оно просто просто генерируется по ходу игры, вот, и может быть там маленькие оранжевые стреляющие молниями, то есть миллиарды всяких вариантов, но в целом, да, почему-то, почему-то она, ты докачиваешься до 24 уровня, понимаешь, что у тебя впереди еще 60, и немножко в этом аэто можешь приуныть однообразности. Может быть, потому что вторая часть была настолько яркой, что если уже, ну, в общем, такое, такая есть игра, если вам нравится Action RPG, если вам уже Borderlands 2 надоел, то третья часть в принципе может зайти. Из таких еще интересных в плане историй, даже не столько игр, сколько историй с ними связанными, это FIFA 20, которая интересна тем, что, я объясню, я объясню, я знаю, что там, если вам не нравится футбол, наверное, вы в FIFA не играйте, но там интерес в том, что у них же есть конкурирующая серия про Evolution Soccer 20, и основное, нравится всем, как бы считается, хотя это не совсем правда, в последнем время FIFA тоже выросла, Лоану, за какие-то там менее известные команды, тут есть конкуренты, вот любители, ты играешь за них, а у PES чуть более подетальнее геймплей, там чуть не так все просто, не просто ударил беги, но у них совсем нет лицензий, и вот PES понемножку подбирается, подбирается, то есть самая, конечно, известная команда у них есть, но у них были сложности там с менее, скажем, если в тот же английский пример лиги, условные есть Челси и Ливерпуль, но если ты хочешь поиграть за менее известный Саутхэмптон, у вас есть спортивные симуляторы, FIFA в том числе, у меня все время вопрос, в чем разница между FIFA 18, 19, 20, то есть шли какие-то трансферы, и у тебя теперь в Ливерпуль играет какой-то другой игрок в мяч ногой? Ну, в том плане, что обычно играют те, кто следят за футболом, ну, вот я, например, я люблю футбол, и я захожу в FIFA, и я хочу, когда вот я беру там, не знаю, ну, там, карьеру устраиваешь, как карьеру тренера, и такой, я беру себе, вот, скажем, Барселону, а там игроки не такие, какие сейчас, там игроки прошлогодние или позапрошелогодние, это немножко ломает ощущение, ну, реальности. вот это, ну, там есть, там, минимальное улучшение графики, минимальное улучшение геймплея, там, спорное, добавляют всякие штуки. То есть, получается, что фанат FIFA раз в год платит, я даже не знаю, сколько, там, 59,99? можно обновлять, можно обновлять эти, как они называются, составы. За то, улучшение геймплея, улучшение графики и еще за онлайн, потому что все равно основная масса качует в новый онлайн, а ты в FIFA 12, в FIFA 20 не зайдешь. Понятно. Но я рассказывал это все не для этого, я рассказывал все для того, чтобы сказать, что PS выкупили права на, то есть, если лиги, обычно покупаются права на лиги, то PS перекупила несколько менее известных лиг, чем Испания, Англия, Италия, в том числе Россию. И поэтому в FIFA нет российских команд совсем, есть российская сборная, игроки российской сборной, но нет российских команд совсем, и если есть какие-то любители, которые вот прям, я хочу играть за Спартак, сил нет, им придется покупать PS. Это очень интересно, потому что PS концентрировался именно вот на российских командах, и они в свою очередь там, ну, немножко повышают им рейтинги игрокам, тоже не запределенно, но чуть-чуть, и чуть больше используют это вот в качестве маркетинга и так далее. Вот это тот план, что российская премьер-лига выбрала PS, которому продать право, потому что тоже деньги вот на развитие футбола, вот они выбрали PS. И еще из интересных именно историй, это Wolfenstein, Янг Влад, известная очень серия для любителей шутеров Wolfenstein, которая в этом году вот выпустила эту игру Янг Влад, где главная героиня это две девушки. Да, две девушки. Дочки, главный герой предыдущих игр, и очень много было споров, что вот, в наш шутан лезете своим феминизмом и так далее, но в итоге оказалась игра просто средней, ничего особенного, неплохой, нехорошей, и как-то за всеми этими скандалами до игры было следить куда интереснее, чем, собственно, в эту игру играть, к сожалению. Ну, вот. А тут еще пока я смотрел, и увидел, оказывается, еще Call of Duty Mobile вышел в этом году, мобильный рынок развивается семимильными шагами, и все, что происходит с мобильными играми, это, конечно, отдельная история, но вот в том числе Call of Duty перешел на мобильные игры, уже есть игры, где можно играть с мобильника против компьютера, игроков, которые заходят за компьютером при этом, то есть уже до этого были кроссплатформенные всякие, ты за компьютером от твоих соперник за Xbox, например, сейчас еще можно вот так вот с мобильника играть во всякие PUBG, Call of Duty и так далее. Мне кажется, тот товарищ, который сидит с мышкой в этот момент, он немножко все-таки в более выигрышной позиции. Да, я не знаю, что телефонов, а с геймпадов есть такое, что как автоприцеливание, то есть они немножко улучшают. Ну, Press X to win. Ну, не совсем все-таки, они так тоже, там как-то вот они пытаются забалансить, но, конечно, есть игры, в которые удобнее играть с геймпада, есть игры, в которые удобнее играть с компьютера, а там дальше уже сам выбираешь. В принципе, ты в компьютере можешь с геймпадом, не знаю, можно ли подключить мышку к приставке. Думаю, на самом деле, технически это не должно быть сильно сложным. Не знаю. В общем, у меня приставки нет, я не такой богатый человек, к сожалению. Мне приходится играть по старинке с компьютера. Вот, таким образом, мы подошли к самым важным играм наверное 2019 года, которые стоит упомянуть, и подходим уже к играм десятилетия, потому что, да, можно говорить о том, что нулевого года нет, но заканчивается десятилетие десятых. То есть, вот у нас был 2010-2019, десятилетие, которое начинается на единичке, и у нас начнется десятилетие, которое начинается на двоечке. Вот, и то десятилетие, которое прошло, вот, Леш, есть ли у тебя какие-то игры, которые ты вспоминаешь и считаешь, что это вот самые важные игры уходящего десятилетия? Я считаю, что, ну, во-первых, в этом году очень красиво закольцевалась история с Ведьмаком, то есть, сейчас ты можешь делать с ним все, что угодно, ты можешь почитать книжки Сапковского про Ведьмака, ты можешь поиграть в игру «Ведьмак», и ты можешь посмотреть сериал «Ведьмак». Ну, то есть, вот ты просто все делаешь. Ну, вообще, уже был польский сериал «Ведьмак», конечно. Он был, да, там, ну, ты сам смеешься, да, то есть, это все-таки... Многим нравится, кстати, из моих друзей. Я пока еще нетфликсовские не видел, поэтому пока без спойлеров. Стоит. Стоит того, да, то есть, он стал очень быстро мемным, да, а Ведьмаку... «Ведьмак 3» для тебя, это играть. «Ведьмак 3», однозначно, то есть, у меня в него нашпилено, наверное, как я это называю, часов под 400, то есть, я когда думаю о том, сколько времени я на это потратил... Как говорил Джон Леннон, время, потраченное с удовольствием, не является потраченным впустую. Да, мне вообще нравится очень эта тема, а когда я беседую с условными, более старшим кинопоколением, со своей бабушкой, которая такая, говорит, Леша, ты там тратишь на компьютерные игры столько времени, денег и так далее, я думаю, почему это происходит, то есть, ну, и это все больше развивается, как ты упоминал, что Кодзима пришел на вечерний Лургант, да, что очень странно, то есть, там был Лев Лещенко, да, какой-то там, я не знаю, группа самоцвета, и вдруг, приходит... Ну, ты у Шурганта прям, знаешь, отправляешь в предыдущие тысячелетия немножко. Это новая аудитория, так или иначе, да, и вдруг приходит какой-то японский геймдизайнер, вообще, кто это, человек, который сидит у себя в Токио за компьютером, что-то там, да, и придумывает, и я когда думаю, почему вот так, почему так сложилось, то есть, вот откуда вся эта компьютерная история, то есть, почему это развлечение, ну, в принципе, следующего поколения, да, то есть, если моя бабуленька, она любила ходить в театр, да, мои родители любили ходить в кино, то в следующем поколении она будет просиживать свои штаны в компьютерные игры, и мне кажется, что секрет всего этого откроется в том, что компьютерная игра это самый дешевый дофамин, который ты можешь получить. Ну, это такой спор, вроде, а что-то дешевый, потому что все-таки топ-игры, а плюс, они там стоят под 60 евро, например. Это очень недорого. По сравнению с кино? По сравнению с кино, абсолютно верно. То есть, если сравнить, что билет в кино стоит 8 евро, и это еще, если бы без попкорна, с попкорном, вот, оно все... То есть, одна игра, это там 8 походов в кино, условно говоря, 7. Одна игра, да, стоит 59 денег, да, но вы потратите на нее 200 часов, если вы поделите, то получается, что час игры стоит вам 20 центов. Это если 200 часов. Вот, а поход в кино это 8 евро и за 2 часа, да, то есть, ты платишь куда больше. Нет, я скорее говорю о том, что у нас в жизни получается, что между нашим напряжением каким-то и получением за него удовольствия проходит много времени. То есть, простой пример, если вы решили пойти в спортзал и получить целые свои мечты, вы начинаете есть правильно, невкусную, полезную еду, да, то есть, поднимаете какую-то гантелину, и вы только через полгода от своего близкого человека или где-то на улице услышите, воу, ты хорошо выглядишь. То есть, у тебя с момента, когда ты начал себя как-то чего-то лишать, да, то есть, и терпеть какие-то лишения. Ты прямо перед первым января решил все мыть его отсюда этим суббитит, да? До момента, когда ты получишь от общества какое-то одобрение, да, то есть, или ты учишь испанский, ты только через год сможешь объяснить, да, вместо хола, да, как пройти в библиотеку. Вот, то компьютерные игры, они дают очень быстрый дофамин. То есть, ты, вот ты, Иван Царевич, который лежит на печке 33 года, и через 4 часа у тебя есть уже меч-кладенец, ты уже убил всех драконов, получил полцарства в придачу, то есть, и у тебя, ну, абсолютно законченная история. Ну, может быть, это... В отличие от реальной жизни, я понимаю, что это эскейпизм, Да, это очень страшный эскейпизм, конечно. Это страшный эскейпизм, да, но жизнь, к сожалению, ну, куда тяжелее, то есть, получить удовольствие, чем быстро. Нет, я, на самом деле, в этом плане, конечно, в этом году снова поднялись эти, во-первых, надо заметить, что игры опять вот выходят в поп-культуру и на Западе, и в России, и поэтому снова появились эти разговоры о том, что это из-за компьютерных игр у нас жестокость, и так далее, и так далее, хотя, как бы, может быть, просто стоит прекратить продавать оружие на каждом углу в США, но это такие вечные споры, к сожалению, но судьба, что они снова выходят на первый план, и поэтому все эти разговоры, исследования начинаются. И тут интересно, что в этом году, кстати, в этом году игровую зависимость официально признали одной из психологических болезней, то есть она вошла в... Есть регистр болезней, если эта болезнь не включена, то она не считается. И это очень забавно, потому что, скажем, компьютерная зависимость от игр включена, а зависимость от соцсетей нет, или зависимость от компьютера в целом не включена. Там очень много споров по этому поводу, и, возможно, в следующей итерации, это и там раз в 4 года она меняется, вот, но что это значит, среди прочего, это не значит, что сейчас начнут всех сажать за решетку, за то, ну, не за решетку, в смысле психбольницу за то, что слишком много играешь, но это позволит ученым, скажем, им будет легче получать всякие гранды на исследования. Я думаю, мы в ближайшие лет 10-15 знаем намного больше о том, как видеоигры влияют на нас, чем сейчас, потому что сейчас все исследования, они все-таки такие, более поверхностные, и, ну, все равно они все сводятся к тому, что не так все плохо, главное в меру. Так же самое, как, скажем, узовно, не знаю, с алкоголем или фильмами. Если фильмы смотреть сутки напролет, тоже ничего хорошего не будет. Говорят о том, почему, да, когда взрослые дяди, естественно, начинают искать причину, почему в Америке очередной школьник пострелял своих одноклассников, то, ну, это было придумано не только что, возникло. Был Хард-Рок в свое время. Абсолютно верно. То есть, раньше в этом виниле группу Металлика, до этого в этом виниле боевики, в момент их расцвета, собственно, 80-е и 90-е, да, сейчас это компьютерные игры, я думаю, что через 10 лет будет еще какая-то причина. Как уже было пару лет назад, там мальчик поконил самоубийством и его папа сказал, но это потому, что он тетрадь смерти смотрел, аниме. Естественно, не потому, что я с ним не разговаривал, а это... Ну, да, это... Посмотрите, ну, все-таки хочется, там, осталось у нас буквально 7 минут эфира, мы подведем итоги десятилетия очень быстро, я там составил свой топ, мне кажется, самых важных именно игр, может быть, ты меня поправишь или дополнишь, или просто так. На мой взгляд, самые важные игры этого десятилетия это Майнкрафт, потому что технически он вышел, в 2009 году, но играбельная версия в 2011. И можно, я скажем, не играл в него практически, вообще в него не играл. Почему тогда он? Потому что он повлиял на индустрию, то есть, сколько денег он приносит, то, что игра вообще популярна 10 лет, самый важный не для меня, а вообще в целом, потому что у меня есть модельно моя любимая, если мы успеем про нее поговорить. Самое важное в Майнкрафте, потому что, как он повлиял на индустрию, как он повлиял, условный пьюдипай, у которого сейчас за 100 миллионов подписчиков в Ютубе, он на нем, в том числе на Амнизии и на Майнкрафте. То есть, имеешь в виду то, что любой школьник может запрограммировать штуку, которая будет малихорадить индустрию очень долго, потому что он очень дешево сделан. Да, он дешево не школьником, правда, но да, но это то, что до сих пор, и там, ну, всякие, там строят, не знаю, стадион Краснодара построили, он до 2 года, и там люди целые, не знаю, там проводят уроки в этом Майнкрафте, то есть, аватар-учитель, аватар-учеников, и вот они там что-то рассматривают, так далее, так далее, то есть, это новый медиум, это отдельно вот здесь компьютерные игры и отдельно Майнкрафт как медиум в этом плане. Туда же Fortnite по той причине, потому что у нас первые миллионеры-школьники, спортсмены появились в Fortnite, даже не в Доте, не в Контрратаке, а в Fortnite. Опять-таки, я тоже ретроградный в этом плане для меня более медленные игры ближе, но вот Fortnite в этом плане. Dark Souls уже упомянутый, он скорее важен именно в контексте видеоигр, как он повлиял на то, что они перестали быть менее, потому что в конце двух тысячек, я прекрасно помню это время, когда становилось очень просто-проста-проста, и тут вышли Dark Souls и все такие, а, давайте тогда делать, а, так вот, как оно было в самом начале. Да, оказывается, людям нравится самим себя мучить. Pokemon Go, которая не компьютерная игра, а мобильная игра, но и хоть она быстро очень тоже закончила свой популярный. Кстати, у меня есть знакомые, которые до сих пор играют, но то, что люди реально выходили на улицы, там огромные, какие-то километры, миллионы километров, которые проходили люди, и я даже... Это была первая игра, которая, да, не посадила тебя в кресло, а заставила выйти на улицу. Да, и то, что сейчас Гарри Поттер пытался в этом году повторить, с такой же схемой, и совсем мимо мне вообще не зашло, хоть я любитель Гарри Поттера, но как-то мимо меня это прошло, но Pokemon Go в этом плане, и GTA 5, просто потому, что это GTA, ее нельзя не включать в списки про компьютерные игры, какая бы эта часть ни была, и да. GTA 5, насколько я знаю, она только сейчас вышла из топа, топ-10 игр в США и UK, которые самых продаваемых, при том, что ей лет 5, для контекста. Она продержалась, там кажется, 72 недели, то есть 72 недели она была в топе, если вы себе представите, больше зашкизрением... Ну, я извиняюсь. Извиняюсь, я ошибся, не неделя, а месяца, 72 месяца она была в топе. Ух ты, 6 лет. Да, 6 лет. То есть, если представить себе это в музыкальном плане, что было бы, если бы до сих пор в топ-10 была бы песня группы Ленинград какая-то, да? Черный бумер Сереги. абсолютно верно. Он там полгода держался, и то это было, вау. Нет, в этом плане GTA 5 опять же была тоже первой игрой, которая собрала какие-то миллиарды евро, и она... Она и стоила, если не ошибаюсь, типа 900 миллионов денег. Она стоила очень много, она стала самым дорогим каким-то медиапродуктом, и потом она собрала больше всех, чем любой другой медиапродукт, включая фильмы, музыку и так далее. То есть, да, в этом плане GTA 5 тоже повлияла на... Ну, Рок Старгейс, молодцы, да. И поэтому GTA 6 до сих пор не выходит, потому что GTA 5 стал GTA Online, и там как-то все туда, но, может быть, рано или поздно. Ну, и совсем мне просто очень хочется предаться моим ностальгическим воспоминаниям десятилетия. Это вот мои шесть игр, которые я всем рекомендую. Во-первых, это Undertale, это прекрасная инди-игра, ты не играл? Да. О, я тебе очень советую, это прекрасная игра, которая, особенно если ты играл много в компьютерную игру, она переворачивает твое... То есть, ты привык, что вот я захожу в подземелье и вижу монстра. Ну, все, конечно, надо делать. А ты такой, а может быть? Нет. Или все-таки да. То есть, это игра про выбор, в которой ты не очень понимаешь, ну, какой выбор правильный. И она очень эмоциональная, и очень интересно сделанная, и там прекрасная музыка. Это сделал один человек, он и музыку написал, и так далее. Он такой passion project, он сделал... Да, прекрасная игра, очень всем рекомендую, очень она мне зашла. В ту же копилку To the Moon, это тоже, она чуть более... Она попроще, она чуть более сюжетная и более такая коридорная, но в плане эмоций у меня мало что вызывало такие вот именно сентиментальные чувства, я вообще не сентиментальный человек, но вот такие сентиментальные чувства, у меня To the Moon, там сюжет в том, что это такой немножко inception, главный герой, они должны поменять что-то в памяти человека перед его смертью, чтобы он умер, думая, что исполнил какую-то свою детскую мечту. В данном контексте он всегда хотел слетать на Луну, я мечтал о том, чтобы слетать на Луну, они отправляются и они узнают, почему он хотел слетать на Луну. И там, я не хочу раскрывать, там эта вот сюжетная игра три часа проходится, даже может быть два, это может быть не совсем даже игра, а скорее вот история, но вот история прекрасная. Из таких более важных массовых игр, это Skyrim, конечно, хоть я в него играл, я в него играл много, но недостаточно много, и сейчас я все никак не могу найти себе времени, чтобы засесть в него хорошенько, потому что при всем эскайпизме мне хочется зарабатывать деньги тоже, поэтому да, но Skyrim, это, конечно, игра десятилетия, Bioshock Infinite, который, я знаю, тебе тоже нравится, он и сюжетный, и геймплейный одинаково хорош. Я решил потрястись стариной, как раз на этой неделе запустил с огромным удовольствием, какие-то, я прохожу игры в основном на английском языке, но иногда хочется просто не напрягаться, то есть ты переводишь в голове все равно, потому что это не твой родной язык, и там какие-то русские ребята его перевели, мне все советовали, советовали пройти в русской озвучке. А, да? Да, есть фанаты, это именно фанаты, то есть они без денег. Warcraft 2 в свое время как его перевели. И они, да, они там серьезно сели, запарились, набрали людей, они перевели в абсолютную игру. Да. То есть они перевели игру и всю внутриигровую какую-то, то есть графику, там вот на двери будет написано вход по-русски. Знаешь, чем мне нравится Biosho Convignet особенно, когда прилетаешь туда, ну вот в самый первый, там первый день, там на этом самом, там в этом парке аттракционов написано «Сегодня у нас ярмарка», и там написано «День 6-го июля». 6-го июля, это мой день рождения. Я прям так, типа, начиная игру, идеально. Вот, поэтому, да, тоже всем рекомендую и в плане геймплея, и в плане сюжета, потому что какая там концовка, там ты играешь, а потом ты, то есть играешь, 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 я помню, что я один, ну то есть там, я один небольшой спойлер себе раскрыл случайно, я такой, блин, все, мне будет неинтересно. И приходит концовка, и это оказывается вообще меньшее из вещей, которые происходят в конце. Я такой, окей, ладно. Еще The Wolf Among Us, это, это в принципе, студия Telltale Games, которая делает такие комиксы, где ты просто выиграешь реплики, по сути, ну по сути. И несколько концовок, вот это все, во-первых, прекрасная атмосфера, во-вторых, очень интересный сюжет, у них таких игр очень много, я просто выбрал свою любимую, они там по Бортланд сыграли, да, 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 они по Майнкрафту делали, по Бэтмену и по этому самому, по всему, по Югрусскому парку Южского периода, по вампирским, по зомби сериалу, вот, на Волкендеад, и они вроде как закрылись, уже, они почти доделали вторую часть и вдруг закрылись, забанкротились и все расстроились, я тоже расстроился и буквально там пару дней назад они презентовали вторую часть и я такой, а, они вернулись, отлично, я очень рад. Ну и последнее, я не знаю, это уже Доки Доки Литерчак Клаб, я не знаю, слышал ты или нет, это бесплатная игра на Стиме, это тоже вот из разряда, который ломает твоё представление, она вначале начинается, как обычно, такой романтик, где ты выбираешь, с какой из девочек встречаться, а потом, подожди, это жанр, ты играешь только два часа и такой думаешь, ой, что же это, что же это такое, что я вообще играю, и тут происходит штука, и ты такой, а, а потом она начинает играться ещё с твоим пониманием, где игра заканчивается, в какой-то момент она выходит за рамки игры, вот, в общем, очень рекомендую, чтобы немножко так почекать свои нервы, нам нужно немножко пора заканчивать, может ты быстро хочешь что-то сказать, какая твоя любимая игра шок, да, и вечера я упомянул, я считаю, что GTA 5, это, да, ну, это гениально сделано, это громивающий мир, это всегда есть чем заняться, то есть, у меня там подруга очень далёкая от компьютерных игр, тем не менее, она иногда садится в какой-то грузовик и просто, как она говорит, еду на пляж, то есть, и, наверное, наверное, всё, да. Ну, тогда на этом мы с тобой, давай, хоть у нас пустые бокалы чекаемся напоследок, спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами, с наступающим вас Новым Годом.